В Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая прошли краевые свинцовские чтения. Они посвящены 85-летию со дня рождения известного писателя и общественного деятеля Владимира Свинцова. Владимир Борисович — автор многих творческих идей, инициатор издательского проекта «Библиотека писателя Алтая», ежегодных литературных чтений и премий поэтических конкурсов. В 2008 году он погиб в автокатастрофе на железнодорожном переезде в районе Черницкого кладбища. Легковой автомобиль «Хонда» столкнулся с поездом. Трагедия произошла за 4 дня до его 70-летия. Запомнился как очень доброжелательный, энергичный человек, центр притяжения любого коллектива. Там, где появлялся Владимир Борисович, там звучала шутка, смех, оживление. Потому что это был человек-мотор, человек-двигатель. Мне он запомнился деятельным, очень активным, открытым и добродушным. Он искренне переживался наших коллег. И вот в то очень сложное время всеми силами старался хоть как-то помочь и поддержать. Создавались новые книжные серии. Он искал спонсоров, помогал выходить книги. Устраивались встречи, новые литературные чтения образовывались. То есть, ну, вообще замечательный человек. Нам очень его не хватает. Ну, его все называли Наш Борисович. Это вот была такая высшая, наверное, оценка того, что это был свой человек. А запомнился вот разным. Я не могу сказать, что какое-то одно качество доминировало в его характере. Я видел его сильно расстроенным, когда, предположим, он жаловался в том числе и мне, что что-то не получается в творческом отношении. Был светящимся, радостным. Опять это было связано с тем, что поработал ночью, утром приехал на работу и продолжает вот этот ВОЗ вести. Чрезвычайно магнетизмом обладал этот человек. Вот это, наверное, было его доминантой. В мероприятии приняли участие друзья и родственники Владимира Свинцова и его коллеги по творческому цеху. На выставке из фондов музея можно было увидеть редкие книги, рукописи, фотографии и личные вещи писателя.